Общественный экспертный совет Общественный совет, сама структура, она определена федеральным законом номер 212, который предписывает создание общественных советов при органах исполнительной власти. В частности, по указу губернатора города Севастополя был создан общественный экспертный совет при губернаторе города Севастополя, он так правильно называется. В этом общественном совете работает ряд комиссий, которые затрагивают все сферы жизнедеятельности наших севастопольцев. Комиссия по транспорту, комиссия по жилищно-коммунальным вопросам, комиссия по вопросам инвалидов и так далее. В частности, одна из комиссий аналитико-правовая комиссия. Каковы ее главные функции? Основные задачи данной комиссии заключаются в том, чтобы рассматривать вопросы нормативно-правового характера в городе Севастополь, а также принимать граждан с жалобами по вопросам обеспечения защиты их прав и интересов. В частности, наша комиссия помогает в правовом плане осуществлению деятельности других комиссий. В частности, например, комиссия по вопросам ЖКХ. Там очень большое количество жалоб, обращений граждан по вопросам данного направления деятельности. И там нужна правовая помощь, связанная с защитой прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И поэтому наши комиссии работают как единая структура, единая организация, где все друг с другом взаимодействуют. Вот. Поэтому большое количество обращений связано именно с такими вопросами. А вы можете привести пример, с какими приблизительно вопросами к вам обращаются за последние дни? Что вы помните? Ну, за последние дни, на самом деле, у нас есть приемное время, где мы оказываем бесплатные юридические консультации. Как вам можно попасть? Расскажите. Попасть на сегодняшний день к нам можно. Юристы принимают Колобова 34-1 с 9 до 18 в офис можно приходить и получать консультацию от юристов. Это Гагаринский район, остановка Степаняна. Вопросы разные, начиная от сосед-соседа залил, такие бытовые вопросы, заканчивая вопросами, связанными с спорами с органами государственной власти. В частности, там, допустим, невыполнение надлежащих пособий, либо, допустим, непризнание льгот, которые были ранее при Украине. Значит, перерегистрация транспортных средств, вопросы ФМС и так далее. То есть, такие моменты, где связаны органы исполнительной власти. Поэтому мы, конечно, заинтересованы, как общественный экспертный совет, больше именно в таких вопросах, где важно не решить конкретную проблему, где есть человек-человек, да, то есть, там, спор, к примеру, бытовой. А наша основная задача – это менять систему практик, практику применения законодательства. Ну, в частности, у нас был уже один из круглых столов по вопросам заключения договора о социальном найме, где проблема касается большого круга лиц, связанных с очередями большими, связанными с тем, что отказывают по надуманным причинам не в соответствии с административными регламентами. И в ходе данной работы мы приняли резолюцию, протокол, направили органы исполнительной власти для внесения предложений изменений. Вот такие вопросы – это наше направление. Поэтому, если вот нас смотрят телезрители, и есть вопрос, связанный с подобными моментами, где есть комплексное нарушение прав человека, пожалуйста, обращайтесь совместно с вами. Мы готовы участвовать в том, чтобы провести какой-нибудь, например, экспертный круглый стол, либо общественное обсуждение какого-то нормативно-правового документа, либо административного регламента, который не выполняется, потому что все регуляторы жизнедеятельности нашей, связанные с получением госуслуг, они регулируются административными регламентами. Там все пошагово подробно расписано, каким образом взаимоотношения выстраиваются между чиновником и гражданином. Но часто они соблюдаются, вот проблема в чем? Не в законах плохих, а в том, что оно не исполняется. Либо, значит, может быть где-то недоработанные сами нормативно-правовые документы, поэтому людям кажется, что им внимания мало оказывают или не так должно быть, а по-другому. Вот как по-другому должно быть? Это общество решать должно, потому что мы выбираем власть и, соответственно, мы должны контролировать власть для того, чтобы те люди, которых мы выбрали, и занимают определенные посты, они работают на людей. И поэтому в силу 212-го федерального закона, который называется об общественном контроле в Российской Федерации, гражданин наделен таким полномочием, скажем так, проводить проверку общественную экспертизу деятельности органов власти. Субъектами же проведения данных экспертиз являются общественная палата, которая у нас в городе создана, а также общественные советы. В частности, общественный экспертный совет, либо общественные советы при органах исполнительной власти, ну, это можно общественный совет создавать при каждом органе исполнительной власти. При департаменте, например, при управлении. Значит, у нас в городе достаточно много, на самом деле, создано таких общественных советов, которые осуществляют деятельность. Ну и в частности, вопрос в активности граждан. Вот куда ни копни, как говорится, да, везде, если есть какая-то проблема, надо ее решать вместе. И лозунг общественного экспертного совета «решаем вместе» он не просто это слова, а это реально практика. И действительно, когда есть коллектив граждан, которые заинтересованы решить свою проблему, то необходимо объединяться и, учитывая полномочия, возможности общественного экспертного совета, реализовывать вот эти вот законодательные, данные нам законодательством, возможности защищать свои права. Потому что ведь спасение — дело рук самих утопающих. Это как бы поговорка, она и в данном моменте применима. Потому что действительно люди в первую очередь заинтересованы, чтобы как-то решить проблему, которая возникла. Поэтому общественный совет в данном случае выступает помощником в этом моменте. Мы, конечно, так же само, как и все остальные граждане и жители города Севастополь, патриоты своего города, находим проблемы и решаем их. Даже можно не обращаться. Мы сами видим эти проблемы, живя в этом городе. Но тем не менее, если есть моменты, которых мы еще не знаем, пожалуйста, обращайтесь, и мы будем решать. Значит, президиум общественного совета располагается в оставших шесть. На пятом этаже 503-я аудитория. Можете туда обращаться до 15 июля. У нас пока каникулы, выходной. А после 15 июля можете обращаться. А в аналитическую правовую комиссию ежедневно с понедельника по пятницу с 9 до 18 можно обращаться к Олабову 34-1. Какие основные задачи вы перед собой ставите? Ну, главная задача – это защита прав и интересов граждан города Севастополя. Это, скажем так, адаптация к реальности нормативно-правовых документов, которые издаются, либо которые еще не издаются, но для того, чтобы защищать права граждан и получать государственную услугу, необходимо создать. Ну, в частности, совместно с городской ассоциацией садоводов, председателем которой является Людмила Николаевна Хрусталева, сейчас участвуем, скажем так, в разработке нормативно-правового документа относительно регистрации по месту жительства на территории садовых домов. То есть это тоже во многих субъектах Российской Федерации такой нормативно-правовой документ нет. У нас в Севастополе еще его нету, а в других регионах уже есть. И поэтому мы выступаем активно за то, чтобы у нас в городе большое количество садоводов имело возможность все-таки получить регистрацию по месту жительства, там, где они действительно живут, на территории своего садового дома. И в Российской Федерации, в отличие от Украины, это возможно. Поэтому вот это как просто такой небольшой пример, когда граждане, заинтересованные в решении какого-то вопроса, совместно с органами власти принимают такой документ. Насколько активны вообще севастопольцы? Как часто к вам обращаются? Вы знаете, я бы сказал активны, но хотелось бы больше активности. Потому что очень много обращаются, где вопросы связаны с бытовыми моментами. А вот где связаны вопросы с такими стратегическими делами, которые затрагивают большой круг лиц, к сожалению, не так часто и не так много люди обращаются. Но тем не менее, общественный совет, он сам по себе, структура собрала активных жителей нашего города, которые инициируют, которые предлагают какие-то инновации, какие-то вопросы. Но в частности, вот у нас в ближайшее время мы планируем круглый стол общественный провести по поводу возможности регистрации долевой собственности. Доля, где прекращается, надо зарегистрировать отдельный объект. И сейчас Севреестр столкнулся с проблемой регистрации под одной крышей двух независимых объектов. В Украине это возможно было, в Российской Федерации нет. Поэтому необходимо провести такой круглый стол, обсудить с экспертами проблему данную и выработать единую возможность решения этой проблемы. Потому что очень большое количество и к нам обращаются людей, заинтересованных в этом вопросе. Поэтому подобные мероприятия, они очень важны на самом деле для того, чтобы как-то ситуацию, касающую большого круга лиц, решать в нашем городе. И мы очень заинтересованы, чтобы именно побольше людей с такими вопросами, с активной жизненной позицией обращались. Поэтому, если вот сейчас нас смотрят телезрители, которые заинтересовались в участии в данном общественном экспертном совете, непосредственно аналитико-правая комиссия, мы приглашаем юристов, приглашаем студентов юридических факультетов. Потому что действительно, с одной стороны, для студентов это практика, участвовать, разбираться, писать исковые заявления, жалобы, участвовать в разработке нормативно-правовых документов. Это очень колоссальная, большая практика и на будущее она очень важна. Так и для профессиональных юристов, которые могут на каком-то интересном деле себе имя заработать, решить, помочь людям сложную задачу, проблему большую. И люди узнают этого юриста и будут к нему обращаться уже и по коммерческим вопросам. Потому что наш общественный совет, он работает, понятное дело, на общественных началах. Но каждый, кто в нем участвует, находит время свободное. Допустим, можно найти время свободное посмотреть телевизор, а можно помочь людям поучаствовать в общественной деятельности. И получить такое же удовольствие, помогая другим, как смотреть интересный фильм, например. Поэтому у нас на волонтерских началах большая хорошая команда собрана, которые действительно не просто любители, скажем так, а профессионалы своего дела, знают свое дело, имеют определенный опыт в своем деле, являются экспертами. И учитывая свой опыт, имея возможность временную, скажем так, уделять для того, чтобы помогать обществу и участвовать в деятельности общественного совета, реализовывать свой творческий потенциал. Поэтому мы приглашаем севастополецов, активных жителей города, к данной деятельности. Расскажите, за последнее время, что уже вам не сделано, что еще предстоит сделать, какие у вас планы на будущее? Ну, вот общественный экспертный совет очень большую работу за последнее время провел, об этом много говорилось, проект «Решаем вместе». У нас каждую пятницу с 17 до 19 прием граждан, на восставших 6 в аудитории. Там обратилось по статистике порядка, ну, нескольких тысяч граждан с заявлениями, с жалобами, с просьбами. Действительно такое достаточно большое количество. Очень большое. Из них порядка 70% вопросов решено было оперативным методом, скажем так, да. Остальные 30% решаются по мере, ну, там, скажем так, по времени длительное решение. Ну, на самом деле, вот как происходит работа? Эксперты принимают граждан. Вопросы абсолютно разные. Начиная от бытового, заканчивая сложными моментами, где необходимо написание заявлений в суд, либо обращение предварительного и так далее. Дальше, понятное дело, мы отслеживаем обращение, ответ на обращение приходит гражданину, гражданина повторно обращается, ну, и нам копия приходит. И дальше мы начинаем разбираться в конкретной ситуации, чем мы ему поможем. И эксперты, которые участвуют в этой деятельности, имеют опыт определенный. Там знания не только юриспруденции важны, а важные знания еще в узкой направленности. По предпринимательству, например, по жилищно-коммунальным вопросам. С технической стороны очень много вопросов связано. И решаем. Ну, и еще момент такой, что все вопросы-то, они можно решать с активной поддержкой органов исполнительной власти. И во многих случаях органы исполнительной власти активно реагируют на наши заявления и помогают людям. То есть есть ответная реакция? Конечно, да. К сожалению, наше уже эфирное время подходит к концу. Может быть, напомните телефончик, по которому стоит к вам обратиться с какими-то вопросами? Телефончик я дам личный по вопросу сотрудничества. Пожалуйста, 978-748-1629. Вы можете мне звонить и договориться о встрече. Спасибо вам большое, что пришли. Напомним, у нас в студии был председатель, аналитик правовой комиссии, общественно-экспертного совета при губернаторе Севастополя Андрей Владимирович Гефтман. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова